Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня у нас в гостях смартфон, который можно смело назвать топом за свои деньги. Тут у нас и 855 Plus дракон, и дисплей с новомодным соотношением 29, разумеется Full HD Plus AMOLED со сканером в экране, батарейка на 4000 мАч, супер, мега, гипер, короче, зарядка, которая рвет просто всех. Да, как вы могли догадаться, это у нас Realme X2 Pro, тот самый великий, ужасный, так сказать, убийца-убийц. Собственно, вы давно просили заказать мне данный аппарат и протестировать, получите, распишитесь. Ну а мы, чтобы долго не затягивать, приступаем к вскрытию. Ну и конечно же, ребят, не забываем, что у нас на канале проходит розыгрыш вот такого вот новенького Redmi 8. Ссылка на конкурсное видео, а также все условия, которых не так уж и много, будут в описании под этим роликом. Участников можно пересчитать по пальцам, поэтому шанс выиграть смартфон действительно большой. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии и участвуем в розыгрыше. Ну и первым плюсом будет у нас то, что смартфон идет от продавца вот в таком вот воздушном пакете со скотчем, который я не заметил. Так, удаляем его и вау, что это? Переходник под наши розетки. Хотя смартфон у нас полностью поддерживает все бенды и по сути это глобальное устройство. Так, и коробочка у нас не опломбирована, не покрыта герметичной пленкой, значит продавец его вскрывал, смотрел, тестировал и возможно даже накатывал глобальную версию прошивки. Но никакой китайщины я тут не вижу. Хотя вот тут сзади есть некоторые иероглифы. Realme X2 Pro, версия с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтным накопителем. Так, ладно, не будем тянуть, иди отсюда. Так, ага, у нас идет небольшой конверт, внутри которого посмотрим, что у нас внутри. Нормальный силиконовый чехол с бортиками для защиты камеры, макулатура, никаких пленок и стекол нет. По всей видимости, одна из них уже наклеена на стекло смартфона, но есть еще дополнительное, это подарок от магазина, это не производитель. Уж точно. Это у нас стеклышко, небольшой приятный бонус. Так, сам девайс в синем исполнении с золотой окантовкой камеры, цыганщина. Так, подложка, далее идет USB-C кабель фирменный, скрепка для отверстия оси молотка. И картонный квадрат, в котором у нас уже находится Super VOC зарядка, которая у нас, насколько я знаю, на 50 ватт, а может даже на 60, вот тут точная цифра. Так, собственно, протестируем, посмотрим, насколько быстро смартфон заряжается. Поскольку я видел, в обзорах он прямо буквально за час 100 набирает, это большой плюс, кому нужно, кто куда-то постоянно спешит, это, разумеется, хорошая вещь. Так, давайте-ка распакуем, уберем все транспортировочные пленки и ознакомимся с внешним видом нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне устройства находится классический каплевидный зритель, для которого расположился глазок фронтальной камеры, далее сверху идет разговорный динамик и датчики. Ну и далее, занимающий практически все лицевое пространство, дисплей с диагоналив 6,5 дюйма. На левой же стороне у нас находятся только две клавиши регулировки громкости. На правой стороне у нас находится кнопка включения и слот, в котором установить только две наносим карты, к сожалению, карточку памяти в данный девайс установить не получится. На верхней грани устройства находится только дополнительный микрофон для шумоподавления. На нижней же грани у нас находятся прорези динамика громкоговорителя, USB-C разъем, микрофон и разъем 3,5 мм для подключения наушников. Ну и на тыльной стороне нашего героя находятся сразу четыре глазка основной камеры, сдвоенная вспышка, немного несимметричная, так сказать, хотя смотря от чего отталкиваться, надпись Realme, ну и собственно говоря, все. Ну что ж, дорогие друзья, с внешним видом данного устройства мы вроде как разобрались. В принципе, он ничем особым не блещет, но в то же время смартфон выглядит довольно неплохо. Плюс вот эта вот синяя окраска его, которая довольно прикольно переливается, но тут нет градиента. Сейчас же модно везде градиенты ссувать, тут его нет, но в целом все равно есть какая-то небольшая игра света, смотрится прикольно. Ну и давайте-ка сравним его с тем, что у меня есть, опять же, на 855 плюс драконе, а есть у меня его прямой брат-близнец, ну практически близнец, близнец в плане железа. Это у нас OnePlus 7T. Ну и тут, благо, девайсы у нас полностью отличаются, то есть в толпе их не перепутайте. Вот этот глазок основной камеры у OnePlus 7T, это что-то с чем-то. Конечно, опять же, это не уникальное решение, такое я видел уже на Nokia, на Huawei Mate 30, но в целом смотрится тоже прикольно и перелив у нас немного отличается. Ну и давайте-ка что-нибудь необычное, а необычное у меня Asus ROG Phone 2-го поколения. Вот такой вот красавец, тоже покупал его на Али. Я думаю, те, кто подписан на мой канал, знают об этом, я давал ссылки на него, делал видео о нём, игротесты и так далее. В принципе, смартфончик очень классный, опять же, учитывая его цену на Али, около 30 тысяч рублей, он свою денежку отрабатывает. Да, спорить не буду, задник у него, конечно, свой, специфический, опять же, с упором на геймеров, но в целом девайс выделяется из толпы, это уж точно. Ну а спереди, да, спереди тоже есть различия в виде двух стереодинамиков. Тут, насколько я знаю, тоже используется стерео, но один динамик это разговорный здесь, а второй это вот тут снизу и немножко не такой баланс будет всё равно. Так, и что, дорогие друзья, давайте-ка мы, наверное, запустимся, посмотрим, что у нас там есть из коробки по прошивке. Ну, опять же, я думаю, продавец его перепрошил, загрузчик заблокирован, значит, NFC будет работать из коробки, то есть ничего тут перепрошивать нам не нужно будет. Ну и в целом, давайте-ка он загрузится и мы продолжим уже на рабочем столе. О, ну вот он, собственно говоря, и загрузился. Грузится действительно быстро. Опять же, у нас девайс может в 90 Гц, автоматическая яркость я отключу, посмотрим, что у нас тут по шторке, геолокация пока что не нужна. Зайдём-ка мы в настройки языка, посмотрим, есть ли у нас русский язык, да, вот, хотя языков не так уж и много, но русский в системе присутствует. Применяем, да, меняем на русский язык, всё, с локализацией, я думаю, никаких проблем не будут, главное, чтобы обновления приходили по воздуху, если они не будут приходить, я об этом расскажу в полном обзоре, тогда уже придётся перепрошивать аппарат, но я думаю, ничего уже тут делать не нужно, но всё тут сделано грамотно продавцом. 855 плюс дракон, 8 ГБ оперативки, 128 накопитель, из которых пользователю доступно 114, что, в принципе, неплохо. Номер сборочки у нас тут. Ну и давайте-ка я подключусь к Wi-Fi-систему, посмотрим, прилетит ли на него обнова. Найдена новая версия ColorOS 6.1, седьмая версия, ещё не вышла, но обещают плюс-минус в этом месяце или в следующем у нас будет тут семёрка стоять на десятом андроиде. Ну, конечно же, загружаем, небольшая заплатка размером в 365 МБ. Ещё раз о телефоне, посмотрю версию андроида, это я пропустил, девятый у нас, девятый андроид. Так, и повторюсь, смартфончик у нас полностью на русском языке, надо включить 90 Гц, если не включено, хотя довольно плавно всё работает, возможно, тут 90 Гц уже включено. Ещё меня интересует DC Dimming, без мерцания при низкой яркости для глаз, защита для глаз. И есть DC Dimming, собственно говоря, зрение ваше не повредится при использовании данным смартфоном в тёмное время суток. Так, меня, опять же, частота обновления интересует, а уже установлено 90 Гц. Я, в принципе, заметил то, что есть небольшая разница, но, к сожалению, думаю, вряд ли бы что-то заметить, так камера снимает в 30 FPS. Что ж, я переключил дисплей в стандартный режим, то есть 60 Гц, давайте-ка оценим плавность, справа у нас будет 90, а слева 60. Ну и давайте-ка по традиции быстренько проверим работу сканера отпечатков пальцев. Он у нас тут устроен прямиком в дисплей. Так, пароль экрана. Отпечаток пальца, вот. Ну и тестируем, пробуем. О, ну тут он хоть в более-менее удобном месте, не по центру, а вот прям внизу. Ну, надеюсь, сама площадка сканера вполне себе крупная, потому что еще у нас обычно стоят вот такой малюсенький, и поэтому сканер в экране, это... я не фанат сканеров в экране, работают они все довольно посредственно. Ну и, собственно говоря, тестируем. Вот если не разблокировать экран, то чуть подольше срабатывает, но, в принципе, довольно шустро. Вот опять промазал, уже затупок небольшой. А вот, вот, все, сканер находится здесь, и площадка довольно компактная, к сожалению. А, еще хочу отметить то, что все-таки тут есть китайский софт. Вот, раз, два, и папочка, где они все скрылись. Ну, в принципе, это все вау. Держим, удаляем. Давай. И вот этот подлец не хочет удаляться у нас. Закинем сюда. Его можно удалить через меню приложений. Сейчас я вам это покажу. Заходим в меню управления приложений. Далее мы ищем этого подлеца. Вот они, эти призраки. Удаляем. Все удалить. И тут же хочу отметить то, что... Да, вот, все готово. Больше его нет. Можно сюда прямо не выходить и удалять этот список китайского софта. Тут ничего в этом страшного нет. Займет примерно 2-3 минуты. Ну и, конечно же, куда же мы без нашего Antutu. И в Antutu смартфон набирает 475 832 очка. А, собственно говоря, это неплохой показатель для данного устройства. Можно сказать, средний. Однако, до того же Asus ROG Phone, который набирает около 500 тысяч, притом даже в повторном тесте, это немного не дотягивает. Но, в целом, уровень произвительности флагманский. 875 плюс дракон радует, однако уже не за горами 865. Ну, точнее, он уже есть, но устройства у него выйдут буквально через месяц-полтора. Ну, а если вы хотите, чтобы я выпустил отдельный большой гротест данного девайса, не дожидаясь 2-3 месяцев, прямо сейчас ставим большой палец вверх и пишем об этом в комментариях под этим роликом. Ну, и чтобы еще такого продемонстрировать вам при беглом знакомстве с устройством, давайте-ка посмотрим, как у нас фотографирует камера. Разумеется, в полном детальном обзоре. Повторюсь, это у нас распаковка и первые мои впечатления. Так вот, в полном детальном обзоре будет уже большее количество примеров фото и видео файлов, сделанных с помощью Realme X2 Pro. Там я его сравню с другими устройствами. А сейчас выйду на улицу, быстренько пофоткаю. Да, все равно возьму OnePlus 7T, также возьму Asus ROG Phone, Mi 9T Pro, может, еще что-то у меня завалялось из подобного флагманского у нас. И, разумеется, сделаем сравнение, потому что ставка тут идет на камеру, но камера, насколько я знаю, сенсор от компании Samsung, он в данном ценовом сегменте неплохой, но все же хотелось бы видеть 686 AMX, было бы вообще круто. Ладно, это все болтовня, так что я беру смартфон и отправляюсь на небольшое тестирование. Субтитры сделал DimaTorzok Тест записи видеокамеры смартфона Realme X2 Pro. Запись ведется в 4К разрешении, и не просто в 4К, а в 4К 60 FPS. Так еще и у нас тут присутствует неплохой стабилизатор. Вот сейчас он активирован. Повторюсь, это 4К 60 FPS. И для этого режима, опять же, учитывая ценник смартфона, все вполне неплохо. Идем обычным прогулочным шагом, и кажется, что прям плывем по рельсам. Да, возможно, не эталонная стабилизация, но в целом норм. Так, давайте-ка попробуем что-нибудь в макро снять. Что тут можно в макро снять, если честно? Сейчас в декабре, и тут все в таком виде. Так, давай, ага, есть. На горизонт. Еще раз макро. Что-то зелененькое в кадре. И еще раз на горизонт. И тут же небольшая подруба уже широкоугольного объектива. К сожалению, у нас присутствуют небольшие эффекты белоглаза. Это нравится не всем, но возможность съемки на широкоугольный объектив – это всегда плюс. А также хочу отметить то, что во время съемки непосредственно можно переключаться между объективами. Сейчас у нас обычный объектив используется. Это у нас двухкратный зум. И еще есть зум. Да, вот пятикратный зум используется. Его немного вытаскивает, конечно, стабилизация, но в целом держать довольно проблематично картинку. Ну и опять мы переключились на ширик. Можете оценить, как у нас снимает он. Ну и это еще не все, дорогие друзья. Так, смартфон у нас обладает функцией ультра-стабилизации. Сейчас идем обычным прогулочным шагом. Вот теперь действительно кажется, что мы используем какой-то стэдикам. И давайте-ка пробежимся. Все-таки надо бегать активнее с таким стабилизратором. Так. И, наверное, тоже еще немного попрыгаем. Раз, два, три. Еще раз всем привет, мои дорогие друзья. Сейчас запись ведется уже на переднюю камеру смартфона Realme X2 Pro. И запись ведется в Full HD. Разрешение это у нас 30 фпс, 16 к 9. Собственно говоря, что хочу отметить, то что, блин, по всей видимости у нас нет никакой стабилизации на фронталке. Хотя, опять же, для смартфонов Realme, тем более для флагманского девайса, это довольно странное явление. Я ожидал тут, как на смартфонах OnePlus, вроде как даже на X2 стаб был на фронталке. Возможно, его завезут немножко позже. Но хотелось бы сейчас. А что еще хочу отметить, то что, в целом, качество записи видео вполне себе неплохое. И для небольших таких зарисовочек вполне сгодится. Да и вы сами можете ценить, если у меня это передняя камера данного устройства. Все. Да, еще одна небольшая вставочка. У нас фронталка может в боке. Смотрите. Это просто шикарно. Сюда пищу стаб. Да. Ну, а если вы захотите сэкономить при покупке того или иного девайса в любом китайском, да и не только китайском интернет-магазине, искренне рекомендую вам воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Letyshops позволит действительно экономить до 30% на покупках уже более чем в тысячи магазинах. Я сам на постоянной основе пользуюсь данным сервисом, поэтому без зазрения совести могу рекомендовать его и вам. Все необходимые ссылки, разумеется, есть также в описании под этим роликом. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте, я думаю, мы будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах как можно скорее, а также посещаем мой инстаграм, там я публикую фотосессии устройств, а также я публикую фотосессии устройств в нашей группе ВКонтакте. Разумеется, все необходимые ссылки будут в описании под этим роликом. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, и до новых встреч. Ну и, разумеется, не забываем оставить свою личную мнение по поводу всего девайса в комментариях. С радостью с ним ознакомлюсь. Субтитры сделал DimaTorzok